С точки зрения отклика на действия врачей, колоректальный рак является самой благоприятной локализацией из всех злокачественных образований желудочно-кишечного тракта. И тем не менее, именно он лидирует по показателям смертности. Можно ли изменить эту ситуацию? Об этом в ближайшие полчаса. Меня зовут Инна Сапанченко. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке Министерства здравоохранения Самарской области, Самарской областной ассоциации врачей и информационной поддержки журнала «Личный врач». Это программа «Звоните доктору». Дежурный врач нашей скорой телевизионной помощи. Сегодня врач-хирург, главный внештатный эндоскопист Минздрава Самарской области Алексей Жданов. Здравствуйте. Здравствуйте, Инна Са. Здравствуйте, дорогие телезрители. Прямой эфир. Как обычно, мы работаем в прямом эфире. Вы можете звонить к нам в студию, задавать вопросы. 202, 11, 22. Кто-то, может быть, удивится, чего это вдруг мы сегодня именно про колоректальный рак заговорили. Ну, во-первых, что это за рак? Давайте в нескольких словах, пожалуйста, объясним. Ну, объяснять тут достаточно просто. Это заболевание онкологическое толстого кишечника. А почему мы говорим сегодня с вами об этой теме и почему мы хотим эту тему осветить? Потому что в последнее время, за последний год мы видим угрожающую статистику заболеваемости колоректальным раком в нашем регионе, да и не только в нашем регионе, а вообще в Российской Федерации. И видим, что это заболевание уверенно поднимается по статистике онкозаболеваний как в структуре смертности, так и в структуре заболеваемости. И сегодня цель нашей с вами беседы каким-то образом рассказать людям, как произвести профилактику колоректального рака или в случае, если его выявили, как сделать так, чтобы выявить его на ранних стадиях, когда лечение наиболее благоприятное для пациента. Чья это болезнь? Это болезнь обоих полов, и мужчин, и женщин. Возраст как-то влияет? Конечно, возраст влияет. С возрастом вероятность заболеть онкологией толстого кишечника увеличивается. Понятно, что у молодых людей эта вероятность намного меньше, чем у людей преклонного возраста. Но на сегодняшний день мы видим также, что и статистика по возрасту тоже начинает меняться, и онкология вообще в целом, вся онкология молодеет. То есть, если раньше онкология, ну, не в 100% случаев, конечно, но все-таки это был удел возрастных людей, то сейчас онкология все больше и больше поражает людей трудоспособного, молодого возраста. А так как продолжительность жизни у нас в стране увеличивается, то и эта болезнь скорее, не скорее, а носит социальный характер, потому как поражает именно трудоспособных людей, которым еще в дальнейшем нужно жить и радоваться. А есть какие-то исследования, по какой причине он так лидирует сейчас, именно этот вид рака? Исследования есть, во многом образ жизни влияет людей, мы стали более современным обществом, у нас больше стрессов, у нас неправильное питание, неправильный образ жизни в плане занятия, например, физкультурой, мы больше проводим времени на работе. За компьютером основном. За компьютером, экология, много-много факторов. Образ питания, то, что мы едим, следим ли мы за тем, что мы едим. Это комплекс факторов, которые влияют на заболевание с колоректальным раком и плюс ко всему еще у данного вида заболеваний есть определенная склонность к наследственности. То есть, чем больше мы видим сейчас онкологическое поражение толстого кишечника, тем больше вероятность заболеть онкологией толстого кишечника у людей, которые будут после нашего поколения, потому что есть определенная наследственная предрасположенность. Если вы опоздали к началу программы, у нас в студии сегодня врач-хирург, главный внештатный эндоскопист Минздрава Самарской области Алексей Жданов, и мы говорим про колоректальный рак. Я смотрела ваш профиль в инстаграм и увидела, что вы записали обращение просто такое от сердца к людям и сделала вывод, что вас это очень волнует и беспокоит. Конечно, волнует. Я думаю, любого специалиста, независимо от специализации, будь то хирургия, эндоскопия, терапия, онкология, это не имеет значения. Все мы, в общем, называемся одним словом врач, любого человека волнует состояние здоровья нашего населения, наших пациентов. И есть же такой постулат в медицине – лечить больного, а не болезнь. Поэтому я думаю, это также волнует терапевтов, также волнует хирургов, онкологов, ну и меня в том числе. Потому что мы много видим онкологии, видим ее иногда неожиданно у тех пациентов, которых не ожидали увидеть. Вот в вашем обращении есть такие слова, что не нужно ждать, когда что-то начнет беспокоить, нужно делать скрининг, диагностику. Но это же нормально для людей ничего не делать, когда ничего не беспокоит. То есть чего ради вдруг озадачиться локализацией рака в толстой кишке? Но у тебя же все нормально. Ну вот как раз это в кавычках нормально, так относиться к своему здоровью. Если ничего не беспокоит, то ничего и не нужно делать. И это один из факторов, почему мы видим сейчас подъем заболеваний с колорактальным раком в нашей стране. Потому что люди, главное, должны понять, что онкология не развивается на пустом месте, онкология развивается из предраковых заболеваний. Практически в 100% случаев следует определенная цепочка развития процессов в толстой кишке, которая приводит в конечном итоге к онкологии. Сначала развивается небольшой полип, аденома, который постепенно, очень медленно растет. И проблема заключается в том, что она себя никак не проявляет. Абсолютно никак. Как люди себя чувствуют здоровыми, у них нет никаких жалоб. Аденома продолжает расти до тех пор, пока не превращается в онкологию на ранней стадии. В этой ситуации онкология себя тоже может никак не проявлять, никак не болеть. Человек чувствует себя прекрасно здоровым. И вот когда появляются жалобы, а жалобы это кровь в кале, когда человек идет в туалет, запоры, потеря веса, анемия, выделения неприятные какие-то, необычные из прямой кишки. И вот когда такие жалобы появляются, как правило, мы находим уже онкологию на запущенных стадиях. И люди думают, что человек заболел, ну, какие-то там два месяца назад, когда у него вот эти жалобы появились. И выявить именно предраковые заболевания, та наша задача, совместная с нашим пациентом, потому что мы без пациентов это сделать не можем, без их отдачи и активности, которые позволят нам изменить ситуацию заболеваемости этой болезнью. Правильно ли я вас сейчас поняла, что вы предлагаете вообще не ждать никаких симптомов и все время быть онконастороженным в этом плане и что-то делать? Однозначно, да, нужно быть онконасторожным в этом плане, особенно пациентам, у которых у родственников, близких родственников была онкология, особенно онкология толстой кишки. И нужно, ну, что первое можно сделать, конечно, это сдать кал на скрытую кровь. Это один из маркеров, который позволит насторожиться, но даже если и в этом анализе нет отклонений, то калоноскопия все равно показана пациенту. Есть такие международные рекомендации. Старше 40 лет пациент уже первый раз должен посмотреть желудок, потому что онкология поражает ее желудок, и толстую кишку. Независимо от того, есть у вас жалобы или нет жалоб. Дожидаться жалоб, конечно, не стоит. Это неправильно. Ну, есть же сейчас для выявления рака, ну, более, скажем так, щадящие, что ли, процедуры? Вот, в частности, очень многие сегодня делают КТЭПы. Да, такие процедуры есть. Процедуры проводятся в нашем регионе. Но нужно понимать, что калоноскопия – это исследование, которое выполняется благодаря прямой визуализации эндоскопом с высокой четкостью. То есть, видеокамерой, другими словами, которая осматривает поверхность кишечника. Любые другие исследования толстого кишечника, они проводятся не благодаря видеоизображению слизистой, а косвенному отражению, например, рентгеновских лучей от слизистой оболочки. Если вы посмотрите сейчас на меня через объектив видеокамеры, вы увидите четко мое лицо, какого цвета глаза, как я выгляжу. Но если вы посмотрите на мою тень сзади, например, на стене, то вы вряд ли поймете, какой человек стоит перед вами. Вы лишь по профилю, может, догадаетесь, что перед вами мужчина, не более того. Видеокамера гораздо больше вам даст информации. Вот таким образом нужно сравнить лучевые методы диагностики и методы эндоскопической диагностики. Эндоскопия на сегодняшний день – это самый точный, самый чувствительный и специфичный метод в диагностике предраковых заболеваний и онкологии. Может быть, очень доступно объясните тогда саму процедуру, суть, что такое колоноскопия? Колоноскопия – это исследование, которое выполняется врачом-эндоскопистом при помощи специального оборудования, эндоскопа, который вводится через прямую кишку и позволяет увидеть нам состояние слизистой оболочки всего толстого кишечника. То есть по-простому это таким образом. Можно сравнить это с фиброгастроскопией только… Да, принцип примерно такой же. На встрече друг друга. Да, да. Принцип такой же, только гастроскопия исследует верхний отдел желудочно-кишечного тракта, колоноскопия, нижний отдел. Аппараты отличаются, но принцип получения изображения именно такой же. А существует же какой-то алгоритм обследования больного при подозрении на рак толстой кишки? Вот почему я задаю вам этот вопрос. Когда готовилась к программе, нашла информацию. В одной из клиник поступил пациент, у которого температура выше 39 градусов, держалась на протяжении трех недель, у него была большая слабость. Он обследовался у терапевта, у невропатолога. Более того, ему по месту жительства лечили воспаление легких. И в конечном итоге, когда он поступил в больницу, оказался колоректальный рак. То есть, особенно сейчас, когда мы живем в условиях пандемии и знаем, что это повышение температуры, огромная слабость, то, конечно, кому в голову придется, что нужно обследовать совсем другое. Я не возьмусь обсуждать конкретные клинические случаи. На самом деле, постановка диагноза – это всегда сложная задача. Это кажется таким образом, что это все так легко и просто. Но, тем не менее, данный пациент, получается, столкнулся с поздними симптомами уже. Как правило, такие симптомы могут быть при онкологии на запущенной стадии. Собственно, это и подтверждает, что если обратиться вовремя и пройти колоноскопию, как скрининговый метод. Скрининг – это обследование здоровых людей. Надо правильно понимать. Выявление онкологии и обследование – это уже не скрининг, это уже диагностика. Мы говорим про скрининг. Давайте звонок послушаем. Алло, здравствуйте. Прошу тебя. Можно задать вопрос? Конечно. Да. Вы знаете, вот два года назад первые стадии сигмовидной кишки удалили, а потом сказали, что не эндоскопии, а ПЭТ-КТ, это центры ядерной медицины, более точно дают, есть ли на клетчатом уровне что-то или нет. Это правда. Вот о чем мы говорили. Да, спасибо большое вам за вопрос. КТ показывает, ни в коем случае не исключает… Мы говорим про ПЭТ-КТ как метод комплексной диагностики онкологии. ПЭТ-КТ направлено на выявление уже метастатического поражения, либо на радикальность проведенной операции. Но ни в коем случае ПЭТ-КТ не заменит колоноскопию, потому что вы сейчас говорите про выявленные уже онкологические процессы, про оперированный уже онкологический процесс, а колоноскопия позволяет выявить предрак. То есть не доводя до онкологии, предрак не будет виден на ПЭТ-КТ. И это первый момент. А второй момент – небольшие образования, тем и опасно, что небольшие образования, например, сантиметр-полтора, они также могут ускользнуть от компьютерного томографа. В любом случае, если речь уже идет, когда развилась онкология, такой пациент лечится по программе онкологии. Врач-онколог выбирает ту тактику, которая необходима для его лечения, в том числе назначает уточняющие методы. Но это не исключает того, что нужно делать колоноскопию. Рентген, УЗИ к кишечнику не делается, потому что не информативен? Нет, почему? Делается, эти методы делаются. Их нельзя сказать, что они абсолютно не информативны. Но колоноскопия – самый точный, самый чувствительный метод. Есть пациенты, которые ввиду соматического состояния своего не могут перенести, например, колоноскопию, либо по каким-то причинам доехать до клиники, где выполняется колоноскопия. Лучше сделать рентген, чем не делать вообще ничего. Но, тем не менее, эти методики, они гораздо менее чувствительны к выявлению как онкологии, так и предракового состояния, нежели чем сама колоноскопия. Я спрашивала вас уже перед эфиром. Хочу сейчас, чтобы зрители тоже это услышали. Все-таки колоноскопию нужно сделать уже после того, как получаешь положительный результат анализа на скрытую кровь? Нет. Даже если результат на скрытую кровь отрицательный, но есть, например, наследственный фактор, есть тревожные симптомы, потому что результат кал на скрытую кровь не в 100% показывает онкологический процесс и даже не в 100% покажет предраковое состояние. Потому что, если аденомы, например, те самые аденомы предраковые имеют небольшой размер и легко удалимы во время уже скрининговой колоноскопии, они еще не будут давать кал на скрытую кровь. То есть, пациент будет, если сдал кал на скрытую кровь и ее нет, это хороший признак. Несомненно, нужно обрадоваться, но это не говорит о том, что нет предраковых состояний, которые тоже нужно убирать. Если сдал пациент кал на скрытую кровь и видит скрытую кровь, то, конечно, это уже повод задуматься о колоноскопии, обратиться к врачу по месту жительства, именно к врачу-клиницисту, терапевту, хирургу с просьбой назначить метод диагностики толстого кишечника. Алексей Викторович, я говорила о том, что слушала ваше обращение в вашем аккаунте, но поскольку наши зрители не все, конечно, это видели и слышали, я бы хотела попросить вас рассказать, что послужило поводом, что так взволновало вас конкретно в тот день. Поводом послужила к нам пришла на обследование молодая женщина, очень молодая женщина, красивая, ухоженная. Пришла именно с тревожными жалобами. Мы вывели у пациентки на поздней стадии онкологию. То есть это немножко нас в какой-то степени выбило из колени, но если это так сказать, конечно, мы привыкли много видеть, но тем не менее все равно, когда приходит пациент возрастной, как-то ожидаешь выявить ту или иную находку, особенно жалобами. Когда приходят молодые пациенты и мы находим такие вещи, мы понимаем, что дальше пациента ждет очень серьезная череда лечения. Мы желаем, конечно, пациенту здоровья, но тем не менее понимаем, что ему предстоит большая борьба. Вот это и стало поводом записать обращение к нашим пациентам. У меня есть свои размышления, почему люди все-таки стараются не делать колоноскопию, но это, в общем-то, и так понятно. Страшно, тревожно, неловко. Давайте сейчас, прежде чем продолжим разговор, посмотрим сюжет, который мы сняли у вас в клинике. Как проходит процедура. За состоянием здоровья Анна Заболоцких следит постоянно, соблюдает специальную диету и ведет здоровый образ жизни. Но совсем недавно у женщины появились проблемы с кишечником, и на первые звоночки она отреагировала радикально, сразу же записалась на обследование в клинику. У меня начались проблемы с кишечником, и я решила, что нужно обследоваться полностью. Сегодня мне сделали с утра колоноскопию, обнаружили полип, его отлично, что удалили. Это уже стопроцентная гарантия, что онкологии там не будет. Опасения Анны оправданы, ведь новообразования в желудке могут прогрессировать в колоректальный рак. Но благодаря развитию эндоскопии с помощью современных аппаратов выявить потенциальную опухоль можно в два счета. Исследования проводятся с высокой четкостью изображения, многократным увеличением, осмотром слизистой оболочки в узком спектре света. Все это позволяет найти новообразование небольших размеров в два или три миллиметра. В случае, если мы выявляем образование, возможность этого оборудования позволяет уже на этапе эндоскопической картинки понять потенциал злокачественности этого образования. Если образование не несет в себе потенциал злокачественности, то мы можем его во время эндоскопического исследования, уже первичного эндоскопического исследования, убрать. Согласно статистике, колоректальный рак вышел на второе место по смертности в России. Ежегодно в стране выявляется около 68 тысяч новых случаев заболевания. Поэтому проводить диагностику желудка вовремя жизненно необходимо. Это программа «Звоните доктору». Алексей Жданов, врач-хирург, главный внештатный эндоскопист Минздрава Самарской области. Сегодня в нашей студии, 202-11-22, это телефон, по которому вы можете задавать свои вопросы. А говорим мы об очень тревожном явлении, не знаю, наверное, не совсем правильное слово. В нашей области действительно очень сильно выросли случаи заболевания колоректальным раком. Мы сейчас смотрели сюжет, наверное, нужны к нему какие-то пояснения. Да, на этом сюжете показана пациентка, которая заботится о своем здоровье. И она прошла сначала исследование толстого кишечника, в результате которого был удален полип. Соответственно, уже исключаем развитие онкологии с высокой долей вероятности. И у нее были проблемы, связанные с тонким кишечником. Конечно, немножко не тема нашей передачи, но выполнялась еще и капсульная эндоскопия, тот прибор, который на пациенте. Да, я хотела спросить, что это такое было. Это исследование тонкого кишечника. Оно назначается, как правило, врачами-гематологами, иногда онкологами, гастроэнтерологами для исключения патологии тонкого кишечника. Например, у пациента есть хронический железодефицитный анемии, при условии, что другие органы мишени обследованы. И назначается такое исследование, мы можем увидеть состояние тонкой кишки. То есть вот эта пациентка обратилась просто потому, что она беспокоится о своем здоровье без жалоб, да? У нее были жалобы, можно сказать, больше жалобы, связанные с тревогой. И плюс ко всему у нее небольшая семейная анамнез была тягощенная, то, о чем я и говорил. Послушаем звонок. Алло, здравствуйте. 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 И хочется пообщаться вот с доктором, который сейчас вот есть. Давайте. Да. Насколько вы сумеете правильно поставить диагноз, а если вы будете, допустим, сделаете меня, ну, то есть, ну, проверите меня. Интересный вопрос. Ну, конечно, интересно. Да, спасибо за вопрос. Насколько правильно мы поставим диагноз, вообще эндоскопия – это очень сильная технически зависимая специальность. Если в руках врача-эндоскописта имеется эндоскоп, который позволяет увидеть слизистую оболочку с многократным увеличением, с узким спектром света, с высоким разрешением, то и вероятность правильного заключения приближается практически к 95-98%. Есть у любого исследования, абсолютно у любого исследования есть определенная погрешность, но колоноскопия является самым точным исследованием, особенно при наличии современного оборудования, самым точным исследованием толстой кишки. То есть вероятность правильной постановки диагноза, она очень велика. Что все-таки вы можете увидеть во время исследования? Что там в кишечнике будет? В кишечнике малейшее изменение рельефа слизистой, сосудистый рисунок кишки, что нас настораживает. Например, если мы видим нарушение сосудистого рисунка, начинаем более прицельно этот участок рассматривать, отмываем, включаем узкоспектральную эндоскопию и видим, например, плоскостелющееся образование. Конечно, когда образование в больших размерах, его сложно пропустить. Это либо полипы, либо аденомы, либо уже онкологический процесс. Вот, как правило, эти состояния встречаются очень часто в нашей практике. И чем старше пациент, тем больше вероятность выявления у него онкологических заболеваний, либо предраковых заболеваний. Ну, если аналогию провести, аденомы – это что-то вроде родинки, которая очень медленно растет на лице или на какой-то другой части тела. Но когда она растет на коже, человек видит, что она растет, его начинает настораживать, и он в конечном итоге обращается к врачу. Хотя она его сама по себе не беспокоит. Точно так же происходят кишечники, только там не видно, что там растет до тех пор, пока не появились жалобы. Да, жалобы, как мы уже сказали, это, как правило, уже поздняя диагностика. Вот вы сказали, что три вида образований можно увидеть в кишечнике. А вы можете сразу во время исследования понять, все-таки это предрак или это уже рак? Образований на самом деле больше. Можем увидеть видов просто для простоты, может, так объясняем нашим пациентам. Да, на этапе предварительной диагностики по современным разработанным классификациям сосудистого рисунка, ямочного рисунка образования, врач-эндоскопист, обученный грамотно, может уже сказать, насколько потенциал злокачественности данного образования высокий. Есть определенные критерии эндоскопические к того, как выглядит образование, которые позволяют нам сразу заподозрить уже глубокую инвазию, например, опухоль, которая распространяется на стенку кишки, несмотря на то, что она небольших размеров. Либо, наоборот, если опухоль больших размеров аденома, но при этом отсутствуют признаки малигнизации, визуальные признаки малигнизации, предложить данному пациенту эндоскопическое лечение. От этого зависит тактика лечения. Любой современный мыслящий врач-эндоскопист обращает внимание на сосудистый рисунок, на ямочный рисунок образования. Это для нас как своеобразная такая, можно сказать, азбука, которую мы читаем. Героиня в сюжете сказала, что во время исследования ей сразу лилиполип. При других подозрениях вы же не обязательно, не каждый раз будете сразу удалять то, что вы обнаружили. Не каждый раз. Еще раз говорю, не все образования можно удалить сразу. Есть образования, которые небольшого размера, которые можно безопасно удалить. Надо понимать, что если мы что-то выявляем, мы берем биопсию. Биопсия – это забор биоматериала для исследования врача-гистолога. То, что удаляется, отдается на исследование врачу-гистологу. Врач-гистолог смотрит в микроскоп то, что мы удалили, и подтверждает наш диагноз. Поэтому, если образование небольшое, например, 5-6 мм, брать с него биопсию, то есть отщипывать кусочек от 5-мм полипа и отправлять его на гистологию, по большей части нецелесообразно, потому что само по себе биопсия будет его удаление. Если биопсия выполнена грамотно, биопсия берется при помощи специального инструмента, который отщипывает кусочки слизистые 4-5 мм размером. Соответственно, если полип 5-6 мм, мы во время забора биопсии его и удаляем. Но бывает такое, что образование небольшое, мы на него смотрим и видим, что это потенциально уже онкология. Оно небольшое, но оно уже развилось в онкологии. Вот в этой ситуации мы ограничим себе биопсией и пациента отправляем к врачу онкологу с решением дальнейшей тактики, что делать с этим образованием, как дальше оперируют такого пациента. И врач-онколог в этой ситуации определяется. Возвращаясь к страхам, которые мешают нам пройти это обследование, многие боятся, что будет больно, неприятно. И в вашем обращении я видела, вы сказали, не бойтесь, можно же сделать это под наркозом. Но разве наркоз – это хорошо? Никто не говорит, что наркоз – это безопасно, как фруктовая конфетка. Это также медицинское вмешательство, у которого есть определенные ограничения, осложнения. И, несомненно, нужно проконсультироваться с врачом-анестезиологом. Анестезиологи тоже, доктора, они очень грамотно могут объяснить риски для пациента. Но что лучше – сидеть, бояться, сделать колоноскопию и пропустить онкологию, либо пойти и сделать колоноскопию с наркозом, раз вы так боитесь, или у вас был печальный опыт прохождения данного исследования. Бывают пациенты, которые пытались пройти колоноскопию, не смогли, потому что был выраженный болевой синдром. И что дальше – не обследовать кишку, если был раньше болевой синдром. На мой взгляд, нужно искать какие-то варианты, консультироваться с вашим врачом-лечащим, консультироваться с врачами-анестезиологами, подбирать способы седации, обезболивания, чтобы выполнить все-таки это исследование. Сколько времени занимает исследование? Это зависит от… с наркозом или без? Ну, под наркозом, да. Под наркозом зависит от того, как организован этот процесс в клинике. Некоторые клиники для проведения колоноскопии с наркозом пациента кладут в стационар, то есть госпитализируют. Некоторые клиники выполняют амбулаторно. Ну, само исследование от момента погружения пациента в наркоз до момента его выхода из наркоза занимает от силы час-полтора, в зависимости от объема. То есть он просыпается и идет домой? Либо наблюдается в клинике, но это уже не совсем сколько занимает исследование, это уже вопрос организации процесса. А само исследование – это с наркозом, от момента, как пациенту начался заниматься врач-анестезиолог, до момента, как он проснулся, как правило, час-полтора. А давайте все-таки резюмируем. Вот ваши рекомендации по скринингу, с какого возраста, как часто нужно это делать? Это не совсем мои рекомендации. Это рекомендации общепризнанной мирового сообщества врачей, не только эндоскопистов, а онкологов, гастроэнтерологов. Считается, что с возраста 40-45 лет человек должен, даже если нету жалоб, уже задуматься об исследовании толстого кишечника и желудка. Пациенты, у которых, еще раз повторяюсь, в анамнезе у родственников была онкология, это группа риска. Пациенты, которые имеют хронические заболевания толстого кишечника и желудка, например, в желудке язвенной болезни хронической, в желудке, не специфический язвенный колит, например, тоже должны обследоваться и задуматься о прохождении колоноскопии. И я хотел бы пожелать нашим зрителям более внимательно обращать на себя, более тщательно обращать на себя внимание, консультироваться с вашим лечащим доктором в поликлинике, консультироваться со специалистами из областных учреждений. Если появляются какие-то вопросы, не стесняйтесь обратиться к доктору и выполняйте вовремя все обследования и значения вашего лечащего врача. Спасибо за этот разговор. Уже даже мне не так страшно перед словом колоноскопия. С нашими зрителями мы прощаемся, увидимся с вами ровно через неделю. Берегите себя. До свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»